МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Помните, мы тут перед самым Новым годом на новогодней нашей игре с Ильей Мазуром рисовали глаз на лице куклы Дарумы. Японской, чтобы желание сбылось. Вот после этой игры мы с ним нарисуем второй глаз, потому что желание это у нас сбылось. Наша РУДИП-пятерка вышла на новую орбиту. В Новый год у нас новый сезон. Играем, РУДИП-пятерка! И на нашей рождественской игре, знаменуя юное начало года, знаменуя буквально новое рождение нашей уникальной телевикторины, играют самые юные, самые молодые, но милые, обаятельные. Вот смотрите, они классно сейчас улыбаются в камеру. Сегодня у нас пятиклассники. Слева от меня, справа от вас, на синей половине студии, у нас команда Ирининской гимназии. Ириенцы, потомки, наверное, той самой Ирины Паскевич. А работает с ними Виктория Курилина и психологически их оберегает. Итак, Ириенцы слева. По правую руку от меня, на красной половине студии, за стойкой с красным глазом, у нас команда Божьей коровки. А почему Божьей коровки? Потому что они учатся в воскресной школе, по воскресеньям, естественно, храма во имя иконы Божьей Матери, всех скорпящих радость. Потому и Божьей коровки. И Галина Аркадьевна Мальцева их духовно и физически шоколадками окормляет. И вот, скажем так, жест доброй воли в сторону Божьих коровок. Хотя, вот я знаю, среди ирининцев есть люди, хорошо владеющие всеми христианскими знаниями. Итак, вот такой жест. Мы нашу блеф-игру, нашу донетку сыграем на тему «Рождество Христово». Хотя, в общем-то, у нас вся тема, все игры сказочная тема. Но дети, которым рассказывают о рождении Христа, сначала слушают это как чудесную, волшебную, светлую сказку. Итак, начнем. Наша блеф-игра, наша донетка «Рождество Христово». Кирилл, кто у вас готов? Вечно не соглашается совсем у нас Дарья. Даша, внимание, Дашенька, готовьтесь. Маша, кто у вас хорошо знает все обстоятельства того, что произошло в Вифлееме? Против Даши пойдет Ксюша. Итак, Даша против Ксюши. Вперед! Ваша задача, милые мои девушки, просто нажать на кнопку и сказать «да» или «нет». Потому что я могу говорить правду, а могу даже в таком святом месте, как наша студия, и вот как эта тема, врать иногда. Начнем. Итак, верите ли вы что? В старых книгах Рождество называют «зимней Пасхой». Прошу, Ксюша. Нет. Не верите? А ведь есть такой факт в старых книгах, в старых требниках. Рождество – это зимняя Пасха. Самый значимый праздник после Пасхи. Играем. Верите ли вы, что новорожденного Христа положили в кормушку для скота? Фальстарт, фальстарт у вас, Ксюша. За этим очень строго следит наш электронный судья, и у Даши есть шанс. Даша, жмите кнопку и отвечайте. Нет. А? Нет. Нет, а его именно в ясли положили. Ясли – это и есть кормушка для скота. А вы думали, что ясли – куда маленьких деток водят? Ну вот, это кормушка для скота. Теперь вы это знаете. Играем. Верите ли вы, что Богомладенцу, только что родившемуся Христу, поклонились первыми простые пастухи? Ну, Даша. Да, конечно. Да. Простые пастухи, охранявшие стада, пришли и поклонились Богомладенцу. Верите ли вы, что три волхва, пришедшие с Востока, принесли новорожденному золото? Даша? Нет. Да, они принесли не только золото, они еще принесли Ладан и Смирну. Отлично, играем. И Ксюша, я в вас верю. Ксюша, смело нажимайте на кнопку, но не фальстарт, конечно же. Верите ли вы, что о рождении Христа возвестила вифлеемская звезда? И Даша вас обыграла. Даша? Да. Да, конечно, и с тех пор вифлеемская звезда – символ Рождества. С ней ходят на калятки, ее ставят на верхушку елки, вот и она нам всем светит. Итак, 15-0. Даша, вы великолепно сыграли. Ну а Ксюша просто пропустила соперницу вперед, такое у нее христианское терпение бесконечное. Сейчас девушки вернутся на свои места, и мы продолжим. Мы приступаем к дуэли игре, вперед! Итак, внимание, дуэль игра. Сейчас вы выслушаете темы пяти наших боев и решите, кто какую тему на себя готов взять. Одна тема – один человек. Итак, первый бой. Я обещал. Скоро сказка сказывается. Второй бой – цифры в сказках. Третий бой – сказочные адреса. Четвертый бой – не наши герои. Ну и последняя, пятая тема – как же можно сказки Пушкина? У вас пять секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя готов взять. Вперед! Итак, Кирилл, тогда к вам первый вопрос. Кто из вас сумеет узнать сказку по ее началу? Кто у вас такой гений? Думаю, Никита. Никита. Прекрасно, что думаете. Машенька, Маша Болдырева, капитан Божьей коровки. Машенька, у вас есть такой вот гениальный, интуитивный человек? Очень хорошо знает сказки, Тоня. Итак, Никита против Антонины. Вперед! Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Сказка Пушкина о царе Салтане. Прекрасно! Тонечка, с почином вас принесли команде пять очков. Играем. За горами, за лесами, за широкими морями, Против неба на земле жил старик в одном селе. У старинушки три сына, старший умный был детина, Средний был и так, и сяк, младший вовсе был дурак. Прошу. Тонек-горбнок. Великолепно! Итак, сразу намекаю, сказка иностранная. Жил-был король. Немедленно воскликнут мои маленькие читатели. Нет, дети, вы не угадали. Жил-был кусок дерева. Тихо-тихо-тихо! Не-не-не-не-не-не. Дорогие товарищи. Буратино. Буратино – это наша русскоязычная сказка. А как же звали героя иностранной сказки? Антонина, у вас есть шанс? Кнопка. Неужели не помните? А как звали мальчика, у которого от вранья рос вот такой длинный нос? Карлик нос. Карлик нос. Да нет, его звали Пиноккио. Еще одна иностранная сказка. В маленьком домике, который затерялся в бескрайних прериях Канзаса, вместе со своим дядюшкой Генри и тетушкой Эмма, жила девочка по имени Дороти. Что же за сказка такая? Вот по этой сказке наш сказочник Александр Волков написал волшебника из Умрудного города. Сказка называется «Волшебник из страны Оз». Теперь вы это знаете. Продолжаем. Жил-был старик. И было у него три сына. Двое умных, а третий дурачок Емеля. По щучьему велению. По щучьему велению, по моему хотению. Прекрасно. Итак, после первого боя скоро сказка у нас сказалась. 20-10. Иринцы впереди. Божьи коровки, благодаря нашей великолепной, яркой Антонине, догоняют. Следующий бой. Кирилл правильно выбрал у нас сказочника. Ну а теперь выбирает Кирилл счетчика, потому что бой цифры в сказках. Обычно по математике десятки у меня, но двойки по русскому. Так что пойду я. Хорошо. Прекрасно. Маша Болдырева. Машенька, кто у вас считать-то умеет? Ну, в таком случае пойдет Леша. Хорошо. О, Кирилл против Леши. Вперед. Самый сложный вопрос боя. Столько лепестков было у цветика семицветика. Фальстарт, фальстарт у вас, Леша. За этим очень строго следит наш электронный судья. Кирилл. Семь лепестков. Вы не поверите, вы правы. Положаем. Именно столько горбов было у конька горбунка. Прошу, Леша. Два. Правильно. На спине с двумя горбами и с оршинными ушами. Столько было братьев у царевны лебеди. Ну? Тридцать три брата. Тридцать три брата. А откуда они выходили? Из моря. В чешуе, как жар горя. Тридцать три брата. Отлично. Ну, а сейчас вспомним другую сказку. Борис на кнопку, Леша. Вот помните, мерили удава? Вот такая была длина удава в попугаях. Леша, неужели не помните? Два слоненка, пять мартышек. Студия. Сколько? Тридцать восемь. Попугаем. На трибунах всегда все лучше знают. И закончим. Столько братьев месяцев повстречала героиня новогодней сказки у костра. Ну, Кирилл, вы даете. Двенадцать. Двенадцать месяцев, конечно. Тридцать пятнадцать. Следующий бой. Играем. Итак, сказочные адреса. Ну что ж, Кирилл, кто ж у вас знает, кто где живет? Почтальоном мечтает стать у нас София. София, приготовьтесь. Из вас получится замечательный почтальон. А Маша? Думаю, что Ксюша не хочет стать почтальоном, но пойдет она. Хорошо. Итак, София против Ксюши. Вперед! Ксюша, я в вас верю. Попробуем. Итак, кто же где жил? Сказочные адреса. В маленьком домике. За трубой на крыше. София? Карлсон. Карлсон, это правильный ответ. Поэтому его звали Карлсон, который живет, сами знаете, где. А вот он жил в коморке под лестницей, где не было ничего, кроме нарисованного очага. Очага. Фальстарт у вас, Фальстарт, София. За этим очень строго следит наш электронный судья. Кто что у нас жил в коморке-то, а? Под лестницей. С папой со своим. А потом носом своим длинным протнул очаг. Буратино. Буратино, это правильный ответ, да. Он жил в цветочном городе, в доме на улице Колокольчика. Незнайка. Незнайка, конечно. В домике со своими друзьями-коротышками. Он жил в доме с надписью посторонним В. Пятачок. Пятачок, конечно. А вот этот, которого можно называть, жил на Тисовой улице в доме номер 4. Ну, кто ж там? Смотрите, почти как я, с волшебной палочкой. Вот Арина тянет руку, солнышко мое. А это, Ариночка, крикни мне. Гарри Поттер. Гарри Поттер, конечно же. Итак, ириенцы уверенно лидируют в 45-25. Итак, следующий бой не наши герои. Вперед. Тема четвертого боя – не наши герои. Герои-то сказочные, но не в том дело, что они совсем не наши, мы их не любим. Просто это герои зарубежных писателей, нерусскоязычных, как бы политкорректно выразиться. Итак, Кирилл, кто у вас спец по иностранным? Обычно десятки получает у нас Дарья. По какому предмету? По английскому. Даша, серьезно, с ума сойти. Маша, кто у вас? Истинным знатоком зарубежных сказок является Варвара. Итак, прекрасно. Дарья против Варвары. Вперед. Итак, внимание, Варя, я в вас верю. Нужно догнать эту команду. Итак, поехали. В полночь эта героиня потеряла хрустальный башмачок. Золушка. Золушка, конечно. На самом деле, все было гораздо смешнее. В оригинале сказки башмачки были меховыми. Ну, а не очень хороший переводчик на русский спутал два похожих слова и обул ее в хрустальные башмачки. Так романтичнее. Играем. Теперь вы это знаете. А она была ростом, ну, примерно в два с половиной сантиметра. Дюймовочка. Отлично. Продолжаем. Так звали английского медведя-рэпера. Ну. Ну, английский медведь сочинял песни и сам читал рэп. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Винни-Пух, слышали, знаете, вот чуть-чуть сторонка уже рэпер. Что ж за медведь такой рэпер. Играем. А сказка об этой девочке в оригинале завершалась моралью. В пути встречая всяческих мужчин, нельзя речей коварных слушать. Красная шапочка. Красная шапочка и волк ей задурил голову и потом, в конце концов, съел. Не надо. И заканчиваем. Его хозяином был будущий Маркиз Карабас. Ну. Кос в сапогах. Великолепно, Даша. Потрясающая игра. 60 у ринцев, 30 у божьих коровок. Но перед нами еще один бой дуэли игры. Сказки Пушкина. Ждем. Вперед. Ну, знаете, что Пушкин – это вообще наше все. И без него никуда. Ну, а тем более великий, величайший сказочник. Кирилл, кто у вас разбирается в сказках Пушкина? Все их наизусть выучил. Думаю, Илья. Илья. Великолепно. Маша. Кто у вас там про кота ученого все знает и так далее? Про рыбака и рыбку? Ну, знаю я не все, но пойду я. Великолепно. Итак, Илья против Маши. Вперед. Маша. Маша. Илья, 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 Илья. Ну, Илья тоже очень серьезный молодой человек. Смотри. О, уже здесь серьезный. Хорошо. Сказки Пушкина. Туда шел ход ученый, чтобы завести песнь. Ну, два варианта. Направо. Идет направо, песнь заводит. Налево сказка, говорит. Браво, Машенька. Браво, Машенька. Вот он работал системой раннего предупреждения у сказочного царя Дадона. Кто же он такой? Жил-был славный царь Дадон. Смолодый был грозен он. А потом мудрец перед Дадоном взял и вынул из мешка золотого петушка. Золотой петушок. Играем. Имя этого пушкинского героя означает вовсе не дурака, а такой большой молот. Как даст. Ну, нажала. Иван. Где у Пушкина там Иван-то? Илья, не хотите отвечать? Понятно. Шел поп по базару, посмотреть кое-какого товару, навстречу ему балда. Идет сам не зная куда. Играем. Помните сказку о мертвой царевне Есиме Матерях? Там королевич Елисей спрашивал. Так вот, именно он рассказал королевичу Елисею, где находится его невеста. Да? В гробу. Не, он рассказал. Ну, понятно, что в гробу. Где же еще она может быть разномертвая? Понятно. Так, с вами будем разговаривать. Обращался он к солнцу, к месяцу, к ветру. Кто же ему рассказал-то? Ветер. Ветер знает. Он поможет. И ветер ему так врубанул. В том гробу твоя невеста. Вот так. Без всяких околичностей. Типа там можно еще оживить. Так в гробу и все. Вот такой ветер был сердитый. Великолепно. И заканчиваем. Свою будущую жену спас князь Гвидон, подстрелив коршуна чародея. А жена была в образе... Лебедь. Царевна Лебедь, конечно же. Итак, 65-40 в пользу, ну, просто великолепной команды. Ириенцы из Ириенской гимназии. Следующий бой у нас тест играет. Вперед. Как в централизованном тестировании А, Б, С, разные варианты. Вам только назвать буковку. Кирилл, кто у вас уже хоть сейчас готов сдавать ЦТ? На этот раз по чистой случайности идет опять Илья. Илья идет по чистой случайности. Вот так ему повезло. Маша, у вас по чистой случайности кого вы отправляете в бой? Мы отправляем Варю. Варю. Итак, Илья против Варьи. Вперед. Варя! 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 Илья! Илья! Итак, тест игра. Опять-таки сказочные, сказочные герои совершают сказочные действия. Так вот, крокодил из Майдадыра проглотил А, мочалку, Б, мыло, С, зубную щетку. Мыло. Не согласен с вами, Илья, может вы знаете... Зубная щетка. Зубная щетка. О, тяжело. Ну, скажи. И мочалку словно галку, словно галку проглотил. Молодец. Гадкого утенка, помните, у Андерсона, считали вылупившимся не из утиного яйца, а вот три варианта. Из А. куриного, Б. гусиного и Ц. индюшиного. Ну? Индюшиного. Из индюшиного яйца. И 10 очков зарабатывает Илья. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, вы знаете уже, что проглотил там крокодил в Майдадыре. А вот Тарапышка в стихах незнайки этих незнайчных проглотил. А. батон, Б. кирпич и Ц. утюг. АПЛОДИСМЕНТЫ Ответ Б. А. батон, Б. кирпич. Увы, кирпич он не глотал. Проглотил кирпич холодный. Не, не так было у незнайки. Варя, у вас есть шанс. АПЛОДИСМЕНТЫ Батон. Ну, батон бы и сейчас я сам с удовольствием проглотил. А вот, стихи-то глупые. Проглотил утюг холодный. Играем. Матрос Кенкот считал, что бутерброд нужно есть. А. колбасой вверх. Б. колбасой вниз. И Ц. вообще без хлеба. Колбасой вниз. Колбасой вниз. Так вкуснее. Колбасой на язык класс. Десять очков принесла команде. И заканчиваем. Снежная королева обещала мальчику Каю весь мир. А в придачу А. коньки, Б. лыжи, Ц. санки. Санки. Зачем ему санки, слушай, на льду? Итак, что ж она ему обещала, Варя? Коньки. И пару коньков в придачу. Браво. Пять очков на подборе. Средний разрыв в счете сокращается. Благодаря усилиям нашей Варвары 75-55. А у нас самая интересная. Слайд-игра. Игра с картинками. Вперед. Слайд-игра. Тема нашей игры. Сказочная азбука. Все очень просто. Смотришь на картинку, узнаешь героя, читаешь букву. С буквы начинается, собственно, имя героя. Называешь, получаешь 15 очков. Если соперник ошибается, 10 на подборе. Кто у вас такой глазастый, Кирилл? На этот раз без шуток просто Соня. Просто Соня. Маша, а у вас с шутками? Нет, у нас в лицо героев знает Леша. Итак, Соня против Леши. Вперед. Машу своей волшебной палочкой, волшебной указочкой, и появляется слайд А. Хоп. Ответа, я вижу, у Сони нет. Лешенька, смотрите на экран. Может, вы узнаете. Аладдин. 10 очков на подборе принес своей команде Леша. Леша, теперь играем только с вами. Прошу вас, буква Б. Багира. Браво! Пантера Багира из сказки про Маугли. София, я в вас верю, Соня. Водяной. Я водяной. Отлично. Леша. Тайна третьей планеты не все смотрели. Да, замечательный мультик. Нет, Леш? Нет. Сонечка, может, вы смотрели? Вот, посмотрите, удивительный мультик Тайна третьей планеты про Алису. Это громозека, герой фантастических историй про Алису Селезневу, которую придумал замечательный писатель Кир Булычев. Теперь вы это знаете. София, играем с вами. Это Дима. Это Димовочка прекрасная. Леша, играем с вами. Солнце обращается и так далее. Елисей. Елисей сказал, зачет. Хорошо. София, прошу. Жар-птица. Жар-птица, конечно. Как ее узнать? Леша, попадаются вам самые сложные задания. Змей Горенович. Змей Горенович. Отлично. София. Иван Дурачок. Иван Дурак или Иван Дурачок? Все ласковое это у нас, Сонечка. Отлично. Играем с вами, Леша. Кайлосон. Правильно. Хорошо. Итак, 135 иренцы, 125 божьей коровки. Отлично сыграли ребята, узнали много нового, в том числе про Громозеку и Алису Селезневу. Ну а теперь при таком-то счете практически равном. Самое время начать нашу риск-игру. Риск-игра, вперед! Темы риск-игры повторяют темы игры дуэльной. Но в чем сложность? Если ты ответил правильно, получаешь 20 очков. Если ты рискнул. Если неправильно, минус 20. Но можно просто вот так встать и ничего не делать, тогда получишь ноль. Но и не выиграешь, и не проиграешь Кирилл. Кирилл Зуев, замечательный капитан команды иренцы. Кто у вас пойдет на самую сложную игру? Проиграть все наши очки собираюсь я. Прекрасно. Машенька, а у вас кто собирается что-то делать? Постараюсь поднять очки, я. Прекрасно. Кирилл очки уронит. Маша очки поднимет. Вперед! Кирилл, давай! Кирилл, давай! Маленькая, божья коровка, Маша. Гораем. Итак, скоро сказка сказывается. Начинаю я сказку. Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Кирилл? Сказка золотой рыбки. Минус 20 очков, извините, меня просил правильно назвать. Пушкин не так назвал эту сказку. Я как бывший учитель русского языка и литературы не могу это принять. Нет у Пушкина сказки о золотой рыбке. Может, Маша знает? Можете жать, можете не жать. Нет. А сказка называется сказка о рыбаке. И рыбке, извините, из песни слова не выкинешь. Из сказки рыбака не уберешь. Играем. Внимание, Кирилл. Цифры. Именно столько разбойников перехитрил Али Баба. Кирилл? 40 разбойников. Великолепно. И вы вернули вашей команде лидерство. Продолжаем. Адреса. В доме 8, дробь 1 у заставы Ильича. Дальше читать. Жил высокий гражданин по прозванию Каланча. Но как его звали-то? Имя. По фамилии Степанов и по имени Степан. Из районных великанов самый главный великан. Почитайте. Дома про дядю Степу. Вам понравится. Играем. Не наши герои. Внимание. В Швеции вот этого героя считают жутко отрицательным. Он лгун, эгоист и мелкий шкодник. Кирилл? Пиноккио? В Швеции. Пиноккио. Да что вы. И снова минус 20 очков. Рискует у нас Кирилл. Ну, пообещал проиграть очки. Так что их жалеть-то в самом деле? Маша, может вы ответите про шведского героя? Лгуна, эгоиста и шкодника? Думаете, что Кирилл сам себя и утопит? Карлсон это, Машенька. Карлсон ведь знала, 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 но не решилась. Слишком высокая ответственность. Итак, заканчиваем нашу сказочную игру. Если Кирилл жмет и отвечает правильно, он победил. Если неправильно или его обжимает и правильно отвечает Маша, победили божьи коровки. Решающий вопрос. О ней Пушкин говорил, что она ложь, в ней намек, и она еще заодно добрым молодцем урок. Сказка. Сказка ложь, в ней намек, добрым молодцем урок. Красивая, чистая, заслуженная победа. Команде победителей традиционные сувениры от телерадиокомпании «Гумель». Разбирайте, что бы у нас была за рождественская игра, если бы ни одного подарочка не было. Вот каждому красивая ручка и каждому красивый блокнот. И вы запишите свои впечатления о сегодняшней игре. От добрых людей вот такой у нас подарок. Я бы хотел вручить самому героическому человеку, который отказался от собственной игры в пользу игры команды. Шесть человек было, и вот человек команду отправил, сам болеет на трибуна. Держи, моя милая. Следующую игру не исключено, что Милана начнет в качестве капитана команды. У нее есть все задавки. Беги. Начался новый сезон, начался новый год. И пусть те надежды, которыми он нас манил в новогоднюю ночь под бой курантов, нас не обманут. Играем. Играем, мои дорогие. И самое главное. Дети, вы же школьники. Не забывайте. Мы играем в пятерку. А получаем десятки. Играем. С Рождеством вас! Редактор субтитров А.Семкин